Мир с Богом. Возможно ли в современное время? Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Мир с Богом. Возможно ли? Как обрести мир с Богом, если его нет? А в наше современное время, когда очень большой темп жизни, много давления со стороны, мир легче было бы иметь во времена Иисуса Христа, когда Он был с нами, а сейчас? Есть много вопросов, которые возникают у нас, когда Иисус Христос пошел к Отцу 2000 лет назад. Неужели сейчас, в век гаджетов и современных технологий, возможно обрести мир Божий? Задайте вопрос Богу, помолитесь и спросите. С тобой, Бог, можно обрести мир сейчас? Помолитесь. Мы еще много будем говорить о мире с Богом, с Господом, на этом канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы взять свою жизнь. Отчего влияет мир с Богом? Бог очень мудрый и дал основания для мира с Ним на своем условии. Как вы думаете, мир зависит от денег на нашей карточке? Или от погоды в нашем городе? Или от количества кислорода в атмосфере? И представьте, если было бы это так. Меняется счет и меняется мир, меняется погода и меняется расположение Бога к нам. Как вам это нравится? Мир с Богом не зависит от внешних факторов, то, что происходит вокруг нас. Наш мир с Богом зависит и приходит изнутри нашего сердца, куда нет доступа ни к кошельку, ни к погоде. Откроем послание к Римлянам 14 главу, стих 17 по 19. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Это послание к Римлянам 14 глава, стихи 17 по 19. Наш мир приходит и зависит от Духа Святого, который внутри нас. Когда мы пришли к Богу с искренней молитвой покаяния и верой в Иисуса Христа, Он очистил нас от грехов и исполнил нас Духом Святым. И наша жизнь теперь не только пища и питье, но и праведность. Это осознание оправдания перед Отцом Небесным. Мир и радость во Святом Духе. Праведность, мир и радость не от счета на карточке, не от погоды на улице, а жизнь с Духом Святым. Дух Святой – основание нашего мира с Богом, а не гаджеты. Не внешние факторы влияют на мир с Богом и внутри нас, а Дух Святой, который с нами и внутри нас, дает мир. Помириться с Богом. Чтобы помириться с Богом, не нужен счет в банке или дождливая погода на улице. Нужна вера в Иисуса Христа. Откроем послание к Римлянам 5 глава, стихи 1 и 2. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Это послание к Римлянам 5 глава, 1 и 2 стих. Чтобы иметь мир с Богом, помириться с Богом, нужно верить в Иисуса Христа, в то, что Он сделал для нас на земле. А это, был распят вместо нас за наш грех, был похоронен и на третий день воскрес. Именно эта вера нас мирит с Богом Отцом Небесным и дает нам доступ к благодати Божьей. Именно в ней мы живем. И это основание никто у нас забрать не может и не зависит от счета в банке, модели гаджета и от погоды на улице. Мир – это плод Духа. Мир в сердце и разуме – это плод Духа Святого, как написано в послании Павла Галатам в 5 главе, стихи 22 по 24. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плод со страстями и похотями. Это послание Галатам 5 глава, 22 по 24 стих. Мир с Богом – это присутствие Духа Святого внутри нас и Его действия. Дух Святой, как огонь, горит и изменяет наши чувства, желания, выжигает плоть со страстями и похотями и заменяет, наполняет любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосердием, верою, кротостью, воздержанием. Но Бог дал нам свои условия для мира с Ним, и это вера в Иисуса Христа. Мир в сердце, разуме – это плод Духа Святого внутри нас. Мир в семье, работе, служении – это когда мы поступаем, как нам говорит Дух Святой. И все это не зависит от внешних факторов, а все спрятано и выходит из нашего сердца. Как эта тема связана с дарами Духа Святого? Осознание мира с Богом, состояние мира в сердце, разуме дает хорошую основу для общения с Духом Святым и развития даров Духа в нашей жизни. И жить в дарах Духа не зависит от внешних факторов, а исходит изнутри нас, нашего желания, и ничто не может помешать. Братья и сестры, задайте вопрос Богу, как можно обрести мир с Ним. Прямо сейчас помолитесь и спросите, задайте вопрос Духу Святому. Мы еще много будем говорить о мире с Богом на этом канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы больше узнать Бога. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, ставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.